Добрый вечер. Медведев и Комаровский пришли к выводу, что над памятником жертвы прошлогодней катастрофы должна работать специальная международная группа. Текст будет написан на этот раз и на польском, и на русском языках. И согласовать ее должны обе стороны. Тут президент Польши добавил, что это имеет особое значение в контексте событий последних дней. Очередным камнем преткновения в отношениях России и Польши стала мемориальная доска на польском языке, которую поставили на месте авиакатастрофы родственники погибших. Приехав в Катынь вчера, они обнаружили на этом месте уже другую доску. Во-первых, на этот раз на двух языках, во-вторых, с другим текстом, где отсутствовала фраза о том, что польская делегация погибла, направляясь на мероприятие, посвященное годовщине советского геноцида над польскими военнопленными. Как объяснила эту ситуацию глава российской делегации в пассе Константин Косачев, все дело в том, что табличку на польском языке прикрепили к временному мемориалу без согласования с российскими властями, поэтому администрация Смоленской области решила ее заменить. Это вызвало в Польше жуткое возмущение. Пресса даже писала о том, что Комаровский не будет из-за этого возлагать цветы к мемориалу жертвам авиакатастрофы. Но сейчас мы уже знаем, что он все-таки возложил цветы. В российском МИДе реакция Польши вызвала большое недоумение. Российская сторона заранее предупредила Польшу о том, что табличку нужно будет заменить на новую, на русском и на польском языке. И Польша могла бы это предположить. По словам наших источников в Польше, ситуация-то не вполне очевидна. В авиакатастрофе в Подосмоленском разбилось 96 человек, тогда как табличку установили родственники только двух из них. Речь идет о вдовах. Президент Института национальной памяти Яныши Куртыка и вице-премьеры Польши. Причем вдовы сделали это ночью, действительно не согласовав это ни с кем, в первую очередь с российскими властями. Они же, эти две женщины, являются лидерами национал-патриотического движения Польши. На сегодняшней встрече Дмитрий Медведьев в очередной раз подчеркнул, что ответственность за котынское преступление несет советское руководство того периода. И в этом позиция российского государства остается неизменной. А также, что материалы котынского дела должны наконец быть переданы польской стороне. Таня Дима. Спасибо, Аня. Это был наш обозреватель Анна Красильщик. А сейчас с нами на прямой связи из Польши журналист Зигмунд Дзинчиловский. Добрый вечер. Вы нас слышите? Добрый вечер. Дзинчиловский, простите. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия проходят в Польше в годовщину трагедии? Ну, тут, скорее всего, нужно сказать, поставить вопрос немножко по-другому, какие проходили. Основные мероприятия проходили в субботу и в воскресенье. Притом, нужно подчеркнуть, что не удалось организовать какого-то одного мероприятия. То есть общество настолько раскололось, что сторонники партии «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Ковчинский, брат покойного президента, решило проводить свои мероприятия в то время, когда государство решило проводить свои. Таким образом, например, в Варшаве вот эти колонны марширующих или проходящих, или поющих людей, или молящихся людей, они постоянно делали какие-то усилия, чтобы не столкнуться. В субботу, например, дочь покойного президента возлагала цветы у могилы своего отца в Королевском дворце в Кракове. И это может быть интересная деталь, потому что она делала это вместе с супругой грузинского президента Сандры Саакашвили, которая специально прилетела в Польшу, чтобы встретиться с Мартом и возложить цветы у могилы Леха Качинского. Но самые такие яркие события проходили в Варшаве вчера. И нужно сказать, вообще об этом с трудом приходится говорить, потому что когда мы осознаем, в какой степени общество в Польше сейчас раскололось, и в какой степени эти части общества с собой воюют, то все-таки человек констатирует это с грустью и с печалью. Прошло 20 лет падения коммунического режима, и мы видим две жестко противоборствующие стороны, которые употребляют ужасный язык. Например, вчера Ярослав Качинский, выступая на большом митинге у президентского дворца, там премьер-министра Туска он назвал предателем, а премьер-министре России Путине говорили как о убийце, там поднимали лозунги, призывающие практически к завержению законного правительства. Одним словом, можно сказать, что на этом митинге была выдвинута программа как такого вот своего рода словесного антиправительственного мятежа. В Польше эти вещи, они с трудом приемлемы, потому что все-таки живем в демократической стране, где выбираем своих руководителей абсолютно прозрачным, демократическим образом. Эти процедуры в Польше действуют, работают, и нужно уважать государство, в котором мы живем. Но, к сожалению, картина печальная, нас ждут в парламенте выборы осенью этого года, и вот этому националистическому ладеру кажется, что под этими патриотическими, националистическими лозунгами ему удастся вернуться во власть, которую он уже держал с 2005 по 2007 год. Мне кажется, что это не приведет к успеху. Это понятно, что это поддерживает лучшее, единомышленники будут чувствовать себя лучше, крепче, сильнее. Но каких-то новых сторонников приобрести таким образом, особенно среди молодежи, будет очень трудно. Спасибо. Это был журналист Зигмунд Дзинчаловский. Субтитры создавал DimaTorzok